Друзья, сегодня у нас на переправе радостное событие. Еще один наш хвостик нашел дом. Прямо с прогулки подопечная Синтия отправляется домой. Мы желаем Синтии всего наилучшего в ее новом доме. О том, что это за место и как тут все происходит, давайте разбираться прямо сейчас. Общественное движение Дайлапу можно описать одним словом – неравнодуши. Ведь там насчитывается около 40 волонтеров, которые каждый день занимаются опекой более 250 бывших бездомных животных. Работа куратора – это не то, что ты приехал, допустим, на территорию и уехал. Это круглосуточная работа, потому что ты находишься дома, а дома ты работаешь с компьютером. Дома какие-то бесконечные звонки, какие-то решения определенных вопросов. Сюда ты приезжаешь полностью, отвечаешь за всех собак. Чтобы у собак была еда, чтобы собаки были в здоровом состоянии, чтобы они себя хорошо чувствовали, выгулены. Работа в Дайлапу ведется на всех фронтах. Это и кормление животных, и поиски передержки для них, лечение в ветклиниках, поддержание горячей линии и даже благотворительные интернет-магазины. Отдельно стоит выделить видение группы ВК и страницы в Инстаграме, где каждый день делается десятки постов не только уже имеющихся подопечных, но и разных животных, попавших в трудные ситуации. А главным детичем волонтеров можно по праву считать Центр помощи бездомным животным «Переправа». Это «Переправа» – основная локация движения Дайлапу. Именно здесь, на попечении у волонтеров, находится более 60 хвостатых подопечных. «Переправа» берет свои истоки еще с 2017 года. Тогда это был пустынный клочок земли, где можно было найти разве что металлолом. А сейчас – множество радостных собак с крышей над головой. Начиналось все с небольшой инициативной группы, которая переросла, собственно говоря, в большое полноценное движение благодаря неравнодушным людям, благодаря неравнодушным компаниям, меценатам, которые вкладываются, несмотря на сложное время, несмотря на какие-то финансовые определенные сложности, они вкладываются в это доброе дело. Главное мероприятие на переправе – это выходные прогулки с собаками, на которые может прийти каждый желающий. Если же вас останавливает ожидание долгого пути за город, то отбросьте сомнения – дорога от пункта сбора до конечной точки занимает не более 10 минут. Мы находимся на парковке ТРЦ «Лента». Именно здесь каждые выходные в 10 часов утра собирают все желающие посетить Центр помощи бездомным переправы. Вот они, они собираются посетить Центр помощи бездомным переправы. Мы давно уже собирались поехать в собачий приют, но так как мы вообще с детьми и приехали, потому что дети очень любят животных, ну и, конечно же, мы не могли такую возможность упустить. Приехав до места, вам выпадает возможность вдоволь нагуляться с парой новых для вас друзей, а позже еще и накормить их. Главное, не забудьте взять с собой чего-нибудь вкусного для них. Зимой в основном мы стараемся кашами кормить, и сухого корма уходит меньше. Соответственно, немножко полегче. Уже ближе к весне становится тяжело, корма не хватает, и приходится делать историчные сборы. Почетными гражданами Дайлапу по праву считаются собаки «Оскар» и «Чак». Помимо своего природного очарования, они еще и являются сертифицированными канистерапевтами. Так что на переправе найдутся даже те, кому можно излить душу. Вот «Оскар» у нас сертифицированный канистерапевт, то есть он может заниматься с особенными детками, то есть ДЦП там и так далее. Ранее движение сотрудничало с одной из организаций, занимающейся особенными детками. Проводились занятия. Отдельно стоит выделить строящийся на территории дом. Как говорят волонтеры, это их мечта в мечте. В будущем все желающие смогут не только побегать с гавкающими друзьями, но и выпить чай в компанию мурчащих приятелей. Мечта была построить, обустроить Центр помощи бездомным животным переправы. Это один из проектов движения Дайлапу. И на территории построить, собственно говоря, дом волонтеров, где можно собирать школьников, детсадовцев, студентов, всех людей, которые приезжают, в принципе, на переправу, проводить уроки добра, уроки ответственного отношения к животным. В перспективе на втором этаже мы планируем разместить кота-кафе. Да, это громко сказано. Конечно, там официантов не будет, но все же будут котейки, с которыми люди смогут пообщаться, что увеличит их шанс домоустройства, скажем так. Там же попить кофе, чай. То есть это не просто где-то в интернете посмотреть на картинку кота, пушистика, а приехать, пообщаться. И, возможно, пушистика найдет свой дом своих любящих хозяев. Но и без этого сейчас на переправе весело. Пара часов физиотерапии с собаками отбросит все сомнения о том, стоит ли сюда приезжать. Почему вы сегодня здесь? Время хорошо пронести, с собачками погулять. Положительные эмоции получить. Потому что я собак люблю очень. Решили прогуляться с ними. Просто люблю собак. С собачкой погулять. Да, и как вам гулять? Хорошо. Способности завести новую собаку дома или кошку я не могу, поэтому приходится удовольствоваться тем, что есть. С ребенком езжу. У меня дочка обожает собак. Я ее поддерживаю. Потому что я каждую неделю сюда приезжаю. Мне нравится гулять с собаками. Мне это приносит хорошие эмоции. У меня аллергены собак буду завести, я не могу. А тут я могу с ними общаться. Всех хочется взять. Все добрые, все ласковые. Ребенок как? Ты вообще довольна? Нет? Да. Что тебе больше всего понравилось? Гулять, кормить? Гулять. Гулять. Гулять? Да. Тут такие активные собаки, что мы их не успевали. Конечно, чем больше волонтеров будет, тем, конечно, круче. Потому что очень не хватает людей. И, конечно же, мы сейчас их погуляли с ними, покормили. Столько позитива получили. Насмеялись, набегались, напрыгались. Да, Ангелинка? Ну, вообще, все счастливы. Поэтому, конечно же, приходите. Чем больше, тем лучше. Вот такая она переправа. Место, куда любой человек может приехать в свой выходной день. И где обязательно он может найти себе пару новых друзей. Продолжение следует...